все народ хорошо поспали я выспался 8 часов от встал когда спишу воды то кажется все время что какие-то голоса доносятся до извода на самом деле вода вот сегодня так сплю слышу какие-то голоса думаю вода но пошел проверить и прихожу там на самом деле два рыбака ловят думаю ловит форель потому что стоят посреди воды и кажется ловит на муху я сильно не смотрел я пошел умылся у воды там один рыбак пошел к машине один там дальше ловит мы сейчас посмотрим одним глазом что они там делают вот короче так как я раньше еду домой чем планировалось да буду почти на неделю раньше домом поэтому я решил не торопиться и сегодня поехать в триглав славянский заповедник и там посмотреть туда-сюда и может переночевать на на этом как он бывает ну гора там забыл короче гору на которой там был монтами а мангар вот может переночевать на мангарте а потом оттуда уже поехать под зайцев посмотрим пока дождя нету но обещали дождик поэтому постараюсь быстрее собраться до дождя стирал тут шишки свои они к сожалению не высохли тем более у воды да ну соберу в пакет может по дороге будет солнце развешивать может высохнем идем посмотрим рыбаков форель форель так товарищи едем национальный парк заповедник триглав мы сейчас находимся словении и это остается словении едем просто на север вот если повезет получится переночевать получится переночевать на мангарте так что посмотрим я довольно долго собирался сейчас вот без 15 11 и встал я 8 выспался хорошо но сушил вещи помылся ходил туда-сюда короче очень долго я обычно очень долго собираюсь вчера вечером помылся хорошо в речке и сегодня утром тоже сполоснулся хочу сказать что на самом деле я рад что у меня прокол был потому что резина она уже достаточно старая и лучший прокол на этой резине чем на какой-то новой да лучше эта резина все равно на замен а зато у меня появился опыт ремонта прокола вот и я на самом деле так и думал что когда-то случится потому что резина стерта я а я там ездил по каким-то таким острым камням я иногда видел ну и не иногда вы часто же у людей проколы проходят в них наоборот такая шипованная резина и новые все равно прокола у меня стертая и для этого вообще не предусмотрено поэтому стоило ожидать как бы вот единственное что что я вот не знаю может стоило все таки дальше поехать на пирамиды это в боснии возле города высоко высоко на ви да свал вот но еще не вечер и когда-то может я еще раз поеду просто вообще не в кайф когда целый день идет дождь я понимаю там пару часов в день дождь а так нормально а так получилось что все дни вот я там два дня провел кажется да в боснии и все время дождь и меня это вообще не прикололо потому что не то что не неприятно в дождь ехать а просто весь мокрый вот тапоги мокрые куртка все и нету возможности просушиться и она начинает так тухлым вонять и прохладненько ну и неприятно ну и плюс да еще на моей резине в дождь вот тут на на сухом асфальте я хорошо могу ехать да она мокром прямо чувствуется как как скользит резина очень сильно простых поворотах даже я очень много раз не уводила колесо и поэтому я вообще не решался быстро ехать а так потихоньку километров 30 час 40 там где повороты поэтому следующий раз я кажется заметил там кран с водой сейчас пойду на на беру не так что она родниковая но пока другой нету вот смотрится или мы даже может там в теньке припаркулись все проверю чтобы не на том не грето то потому что при ветре все нормально а когда просто на солнце стоишь я прямо слышу как мой шлем раскаляется начинает трещить вообще вот он карбоновый не знаю может лопнуть я в этом не сильно разбираюсь сейчас вот уже стоит такая жара очень сильная вот там и смочил свою майку наделся сейчас ветерком меня охлаждала и но это хорошо потому что все шансы стоят хорошо что у меня наконец-то все просохнет особенно мои сапоги вот ну и плюс тоже постирал вот тут у меня уже сушатся мои очередные носки которые я смогу водить вот и не потом я буду развешивать вот и дела едем дальше вообще я давно заметил возможно другие тоже замечают что когда вот так в путешествии и допустим находишься в поиске место для сна или вот воду ищешь или еще чего-то то ум очень сильно на это заостряется и вот я сейчас так еду из и вроде экран такой серый на сером фоне но я хоп и заметил типа о вода и пошел набрал себе воды полоснулся вот и вот так вот еду потом хоп что-то еще надо ум опять хлоп и нашел так когда она не надо то как ты не замечаешь вот короче сейчас едем вдоль этого бирюзового озера очень красиво но это не озеро это река просто она так полотенами закрыта и так как мы сейчас едем по простой дороге то мы его так этим путем едем а в ту сторону я ехал по более закрученную по более сложному маршруту и мы ехали там с другой стороны получается вот там туда в гору и там папа горе вот вот этот маршрут хоть и обратно еду назад из-за того что я просто ведусь на осман получается что новый маршрут вот более такой спокойный без острых камней вот товарищ товарищ майор вот я сейчас еду по таким нормальным дорогами получается что проезжаю через города я не знаю говорил или нет но до этого я все время ездил по по лесным дорогам максимально по проселочным и создавалось впечатление что славения что хорватия да да даже что австрия да что все это такое поселочное место до или коровы или просто поля с чем-то там с кукурузой пшеницей и я так думаю блин неужели люди как бы живут только только так в селах и как-то странно было вот сейчас немножко через город и сша типа люди есть на улице есть такие разные институционные дома здания есть нормальные дома вот это все время создавалось такое впечатление что одни сельчане везде типа недоразвитая страна нету индустрии нету города ничего нету вот а тут вот люди ходят туристы наверно здорово ребята не здоровы о смотрите какая какая штука там наверху наверно монастырь или церковь какая-то не знаю туда наверно нужно пешкарем топать смотреть но мне как-то не очень сейчас может быть посмотрим вот тут за куток оба может быть в навигации написано что там за место так посмотрим ну давай это короче церковь святой антонии а ну там нормально вообще можно доехать может в принципе можно даже доехать но я не знаю надо ли нам это давайте посмотрим раз уже время есть посмотрим что там попробуем хотя бы святая антония вот к пропускаем так да происходит ладно пока стоим я посмотрю еще раз маршрут тут у них мусор забирает поэтому пробочка а чукина она тоже идут смотреть церковь так сейчас тут походу да окей едем в горочку ооо отлично добрый день ребята там вроде не было знака что нельзя на мочи поэтому и тут не ступеньки а гладкая дорожка асфальт мы только по мы мы только спросить а вот смотрите не я один такой умный зашибись вот смотрите какая прикольная штука вот так она выглядит может я тоже пойду вверх но я спрячу мотоцикл в тенек вот там вроде тенек вот тут все написано обступив а но это не проблема вот я самый умный короче теньке чуваки все на солнце я в теньке надеюсь все нормально так ну чё сейчас по быстрым вот мы носочки сушится уже высохли кстати можно спрятать вот потом переодену тут у меня заряжается так или слон закучаем это выключаем так он прячем все идем посмотрим короче что там как оно выглядит аноровой кеки колес без понятия так чувак с пенечки прятится короче тут памятники много много имен написано солдатам возможно помимо погибшим не знаю какую битву надо будет посмотреть но скорее всего или во вторую мировую или первую ребята уже собирается в дорогу штука наверное для огня в ряде для воды вот тут наверно был огонь и вот эти штуки наверно тоже что-то держали и так приносили сюда детственницу и резали ее к чертям в жертвоприношение отойдем на самый верх не знаю заходить на она не буду надо дайте но то наверно для камеры а красивые арки такие вот тут можно палатку поставить начинали никого нет тогда 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 на на но на но все в принципе посмотрели по ту сторону все короче ничего интересного зато было интересно сюда забыл забраться посмотреть короче я спросил еще раз на всякий случай солдатам первой мировой этот памятники имена их тут еще информация кому интересно не знаю может быть достаточно видно хорошо вот получается это церковь видимо только были кажется внизу вот кладбище тут кстати прикольные фигурки вот например посмотреть по ходу ты ряд крест из церкви вместе с иисусом кроттики си он кратите си ван короче первая часть наша будет дальше на вторая часть это типа сериала во тут а чувак упал с креста и не хочет подыматься устал говорит они говорят давай давай ну и все в таком духе динамика на пылающий город падает стиль перемен требуют наши сердца перемен требуют наши глаза перемен дождя нету хорошо но с другой стороны сейчас тут будет пылюка такая вот по стройке едем там ну хотя мы медленно едем не такая сильная пыль но все равно блин посмотрите ой чувак блин смотрите как он дымит этот все с тобой блин а он строительный вот за таким ехать блин не только пыль но и выхлопные газы еще отдыхать смотрите смотрите что он делает запомните его номер надо его обогнать а тут расширяют дорогу еще в прошлом году начали тут стенку немножко соскабливать и его сейчас справа получается строят такие типа колонны которые держат дорогу будет еще 2 2 полоса скорее всего тут они очень сильно расширили тут тоже можно вверх идти кстати но я не знаю о девчонки привет девчонки чувак фс это бавария фс фрайсинг может а пылю капли ничего сейчас пройдем зато все сохнет ура сейчас ветерком может пыль сдует первый раз когда проезжал как как в сказке думал блин все магия волшебство тут вообще жалко уже такого нету уже надо куда то дальше выше ехать за таким за волшебством то есть я так же там в немецких и австрийских альпах тоже первый раз думал во ничего себе аж голова закружилась а сейчас уже нормально все привыкаешь и 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 Симпсоны, что здесь есть, Крайдлер были и Цюндап на таких вот. Ехал-ъехал и вот местечко такое отдохнуть и вот вода есть даже. Сейчас виноград помою, пожую виноград и поеду уже дальше. Продолжение следует...